Очень мало зелени вообще, в том числе очень мало цветов. Мне кажется, побольше можно и цветов еще. Коротким сибирским летом красноярцам и так не хватает зелени и красок. А взгляд не радуют даже те зеленые зоны, которые есть. Например, клумбу на площади революции прямо перед краевым правительством заросли коноплей и лебедой. А зеленение на обновленной набережной тоже выглядит неухоженно. Среди маленьких кустарников и хаотично высаженных луговых трав сложно разглядеть какую-либо композицию. И даже привычные газоны превратились в солому, как, например, на проспекте Свободной в районе остановки Космос. Как поясняют в управлении зеленого строительства, для того, чтобы наши газоны выглядели опрятно, за ними нужен уход. На уход нужны деньги, а денег, увы, нет. С мая по октябрь мы должны скосить два раза. Этого, конечно, недостаточно. Нужно косить от 8 до 10 раз. Также не заложен полив. То есть траву скосили, пекло, солнышко припекло, газончик, конечно, подгорел. Нужно полив. Это все у нас в контракте не заложено. А раз денег на уход не хватает, значит и сажать растения нужно с умом. Недавно глава города предложил некоторые зеленые газоны заменить на брусчатку. Зеленая зона, она должна выглядеть, как зеленая зона. Но ни в коем случае ни пятачок, ни треугольничек около столба, которую мы называем, даже язык иногда не поворачивается, газоном. Какой там газон, это какое-то жалкое подобие. Вот больше акцент надо делать вот на таких, действительно, на качественных. Они распылятся вот по вот этим непонятным клочкам земли, которые мы называем газонами. Премьер, мэр привел вот такой зеленый уголок на проспекте Свободном. В ближайшее время таких зон там появится еще несколько штук, пообещали в мэрии. А вот эксперты предлагают взглянуть на озеленение Красноярска более радикально. Конечно, нужно все-таки больше ухаживать за зелеными наслаждениями. Это априори. Возможно, да, где-то вдоль дорог должно быть идеально все выкашено и сделано. Но должны быть такие места, как скверы или какие-то небольшие островки, где газон, пусть он растет себе, то есть как бурьян. Вообще, в Европе сейчас это новая тенденция, когда луговые газоны растут именно по принципу такого некого бурьяна. У них это идет такая тенденция о том, что это близость к дикой природе. Сейчас действительно ухоженные и красивые зеленые зоны в нашем городе можно сосчитать по пальцам. Власти делают уверенные шаги в этом направлении, разбивая все новые и новые газоны, сажая цветы, деревья. Но пока за ними не будет должного ухода, мы так и будем созерцать вот такие травяные бурьяны и голые клумбы. Софья Питеркина, Александр Тропин. Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok